Девушки отдыхают Прости за мир Я больше не в силы жить без тебя в нашем доме Мы уезжаем отсюда Навсегда Прощай Я знаю Горе велико, Анвари Но время всесильно Оно излечит твое сердце от тоски А дети подарят много счастливых дней Только запомни Ты не должен отпускать от себя Фаруха до его свадьбы Иначе он попадет в беду И даже я не смогу помочь ему Спасибо тебе, добрая волшебница Я в точности исполню все, что ты мне повелела Мой добрый друг Тебя ждут новые испытания Ты будешь рядом с Фарухом Сыном поэта Анвари Его мать была моей лучшей подругой И этот мальчик мне очень дорог Значит, снова в путь После стольких лет разлуки с тобой Увы, мой верный рыцарь Кем же я буду на этот раз? Шутом Как скажешь, любимый Ой-ля-ля Турики, журики, мурики Опа! Нравится, да? Ага Очень, смотри Выпускай Еще! Ну, лети! Дети мне сказали, что вы переезжаете в другой город Да, хочу попытать счастье при дворе Бека Ну что ж, тогда нам по пути Может и мне повезет Ну, вперед, длинноухи Вдвоем и дорога короче Чу! Поехали! Чу! Звезду любви Звезду печали Я в небесах моих найду Любовь с печалью Повенчаю По свету белому пойду Звезда надеждаю напрасной Не может сердце обмануть И будет свет ее прекрасный Благословлять мой долгий путь Пусть кричат, там и тут Гляньте, шут Ай да шут Только знайте Это звезды Правду по свету ведут Пусть кричат, там и тут Гляньте, шут Ай да шут Только знайте Это звезды Правду по свету ведут Ты жил в нужде А ты безбедна Я узнаю вас по глазам Кто горя в жизни не изведал Тот счастья в жизни не узнал Нас время жизни разлучает И только вечная звезда Звезда любви Звезда печали Не гаснет в небе никогда Пусть кричат, там и тут Гляньте, шут Ай да шут Только знайте Это звезды Правду по свету ведут Пусть кричат, там и тут Гляньте, шут Ай да шут Только знайте Это звезды Правду по свету ведут Пусть кричат, там и тут Гляньте, шут Ай да шут Только знайте Это звезды Правду по свету ведут Субтитры создавал DimaTorzok 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 Сиятельный бег А вот я Мой Господин Зачем перечислять достоинства Гуляммерза нашего повелителя? Здесь же все свои, обманывать некого Шут прав, свой ферман прочти на площади, перед Черню На площади, перед Черню, да А сейчас я скажу сам Я сам Сегодня на турнире Фарук победил самых отважных воинов Да, конечно, самых отважных, так-то так, так-то так, да только не меня Неужели ты думаешь, как же защитить повелителя вот этой игрушкой? Бессердечный юноша, ты навек опозорил меня и навсегда лишил надежды стать телохранителем Бека Эй, умолкни, а то знаешь Знаю, 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 провинившийся язык отрубают вместе с головой Ну, зачем я тебе без этого кувшина недостойных мыслей? Не умножай число безголовых, у тебя их и так вон Сколько? Анвари, твой сын стал настоящим воином Я назначаю его своим первым сотником Меч Фарук Клянись быть мне верным В дни ликования и беды Клянусь Пропустите, пропустите Мой повелитель, повелитель Отряд, посланный вами собирать налоги Разбит мятежниками Мансура Они гнались за нами до самого города Фарук Схватите его Я сегодня же на площади отрублю Мансуру голову Огради тебя Всевышний Сын мой Смотри, Мансур Воины Бека Быстрее отходите к ущелью Я задержу его Чу 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 Давай Скочите прямо к речке А я на перерез верхней дорогой Чу 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 Выслуживаешься? Служу Как когда-то и ты служил Беку Валич Чу 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 Стойте! 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 Остановитесь! Остановись! Порух, я тебя умоляю, брат мой! Ради меня, остановись! Уйди! Уйди, тебе здесь не место! Я выполняю приказ Бека! Ради моей любви, остановись! Заклинаю тебя! Не делай этого! Фарух! Любимый, уезжай скорее! Тебя схватят воины Бека! Ну, уходи! Между вами не должно быть крови! Уйди! Хорошо! Только ради тебя! Махеголь! Если ты любишь Мансура, то скажи ему, чтобы он не попадался на моем пути! Потому что следующая встреча наша с ним будет последней! Прощай! Махеголь! 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 В respond immunity! Yang Giblia! Пом 소с one! Мах идем! Махеголь! Я так ждала тебя, Фаруха. Смотри, наша звезда. Звезда. Она падает. Она разбилась. Я люблю тебя, Зиба. Я спрашиваю в последний раз. Ты согласна? Никогда. Я люблю другого. Другого? Значит, это правда. Мансур! Теперь я понял, почему он так легко от меня ушел. Махигуль, ты шутишь с огнем, подумай об отце. О брате, о себе. Ты можешь оказаться в гаремии мира. А оттуда путь. Только на кладбище. Это мы еще посмотрим. Я вам уже говорил, достопочтенный Гулян Мирза. Моя дочь выйдет за того, кого любит. Но учитель, она любит человека, объявленного вне закона. Разбойника, который грабит караваны и раздает наши деньги черни. Что, если об этом узнает бег, а затем и эмир? Все равно будет, как она решит. Вина! Варух! Возьми эту чашу и выпей до дна. Я не сделаю этого, повелитель. Что? Ты отказываешься? Из наших рук? Я всю жизнь буду благословлять эту минуту, государь. Но рука воина должна быть тверда. Слышали? Не печалься, Фарух. Я тебе подарю к свадьбе такого коня, на котором ты обязательно поймаешь Мансура. Уж не тот ли ты жеребец, на которого Ваше Величество собирается наложить свое царственное клеймо? Прекрасная мысль, Гулям Мерза. Это мы сделаем и немедленно. Эй, там! Выводите жеребца! Ну как, почтенный Анвари? Достойно мы вознаграждаем усердие твоего сына. Да продлит Господь ваши дни. Этот конь украсит настоящего воина. Сегодня сын Анвари своим искусным владением саблей заслужил великую милость. Но я полагаю, что пора бы и самому поэту порадовать нас. Здесь конюшня, визирь. Его стихи мы слушаем во дворце. Ты все перепутал. Вы поправите меня, если я скажу что-нибудь не так. Разве этот конь не достоин изящной косыды? Да еще в тот момент, когда его вот-вот коснется ваше благословенное клеймо. Клянусь всевышним, ты прав. Но заметь впервые. Впервые. Ну давай, поэт. Сочини нам косыду в честь такого случая, а? Ах, как воспевали своих коней старые поэты, бедуины. Да, да, они недаром свой хлеб ели, Анвари. Я вижу, ты вне себя от счастья, Анвари. И не находишь высоких рифм. Государь. Ну, воспари духом. О, государь. Ну, повелитель, Продолжение следует... Продолжение следует... Ему бы жить свободой окрыленным Но вот тавро опущено в огонь Чтоб вскрикнул конь владыкой заклеменной Ветрам звенеть бы с четырех сторон Чтоб он летел, касаясь неба гривой Но кто свободным сердцем наделен Родится под звездою несчастливой От крика вздрогнет ясный лунный свет И от луны вернется эхо крика И смолкнет, как дитя небес Поэт смолкает пред тобой земной владыка Я знал, когда поставить точку в твоей косыде Чтоб сохранить ее прекрасной А если бы ты не сочинил стихи Клянусь честью, мне пришлось бы дважды ставить клеймо На вас обоих Ты знаешь, Варук Я ведь тоже упражнялся в поэзии А стихи у меня получались злыми, насмешливыми Мне частенько и здорово доставалось за них Правда, когда мне все это надоело Я решил стать шутом Шута невозможно оскорбить или обидеть Просто шут Ну дадут пинком под зад Так ведь он у шута мозолистый Как и сердце Ну я говорю то, что захочу А другим за это рубят голову А же ради этого я не стал бы шутом Не получится Поздно Да, ты прав Я ничтожество Я нищий по сравнению с тобой Ты имеешь сына, дочь Я же одинок Я хочу, чтоб ты это понимал, Варук То его отца не может унизить Ни бег, ни кто-либо другой Как червь не может унизить Вольного сокола Скачи, сынок Испытай коня А я поговорю с Кизик Хаджой Хорошо, отец Никак не пойму Почему ты так не любишь Нашего доброго поэта Анвари Не потому ли, что тебе отказала его дочь Я слышал, ваш добрый Анвари Не прочь породниться с разбойником Мансуром Мда А меня волнует другое, визирь Войск у нас мало Сами мы не справимся с бунтовщиками Да, если бы его величество Эмир помог нам Джигитов у него предостаточно А он даром не даст А ты подумай Как попросить Эмира Прислать сюда войско Не забывайте, светлейший Что деда и прадеда Эмира Пополняли свои гаремы красавицами нашей долины Так, 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 так Ты прав Эмир полон сил И украсить его цветник Девицами нашей долины Удачная мысль Позвольте мне развить вашу удачную мысль, светлейший Позволяю Вам известно, что дочь Анвари Махегуль Прекрасная наездница Несравненной красоты и тонкого ума девушка Мне это известно так же, как и тебе Ну, что дальше? Она могла бы стать Любимой женой Эмира Ты с ума сошел, визирь Ведь это же подло Ничего, светлейший Для Анвари лучше породниться с Эмиром Чем с бунтовщиком Мансуром А я не верю Чтобы Анварин был готов отдать свою дочь за мятежника Нет Увы, это правда Если мы преподнесем Махегуль в дар Эмиру То оградим доброе имя Анвари и... И сильно обидим Мансура Да Он придет в ярость и кинется на нас со всем своим сбродом И тогда Эмир вынужден будет прислать сюда еще войско Прекрасная мысль Да Но на этот раз заметь моя Так Тогда А ты не хочешь ее развить? Попробую Да У Махегуль есть подруга Зибо Угу Стихи ее изящны Танец обольстителен Вот бы и ее отправить в столицу вместе с Махегуль И пусть ими решают Кому из этих красоток быть любимой женой в гареме Завтра же отправляй Девушек в столицу Впрочем, постой Зибо Зибо невеста Фаруха Мои джигиты будут недовольны, если я отберу у их сотника невесту Да еще перед свадьбой И Анвари не перенесет такого удара И дочь И невеста сына Нет, нет, я не хочу, чтобы моим именем пугали детей Доверьтесь мне, я все устрою самым лучшим образом Даже малейшая тень подозрений не коснется вашего доброго имени Итак Вы решили подарить Эмиру Зибо И Махегуль Да Мы вняли твоему совету Но я больше не желаю об этом слышать Не желаю Я завидую тебе, Зибо Скоро твоя свадьба с Фарухом И ты переедешь в наш дом Ох, скорее бы Уж я считаю дни Мне так радостно И немного грустно Вдруг случится что-нибудь страшное Ничего не случится Ведь даже Бек подарил на свадьбу Фаруху коня Ахаха Да, и мы будем видеться каждый день Вот хорошо-то Что с тобой? Почему ты вздыхаешь? Да так, ничего Понимаю, Мансур Они с Фарухом враги Жестоко устроен мир Недолго нам жить с тобой под одной крышей, Зибо Я люблю Мансура И готова уйти с ним хоть на край света Но если уйду, больше не увижу отца, брата, тебя Откажусь от всего, что любила с детства А сейчас Тебе лучше уйти Скоро должен прийти Мансур Только прошу тебя Никому ни слова Да-да Не беспокойся Никто не узнает Хочу тебя Субтитры делал DimaTorzok Вот видишь, они за мной охотятся, как за диким зверем. Хватит. Сегодня ночью я приду к твоему отцу и скажу ему, что мы больше не можем друг без друга. Прошу тебя, Мансур, не делай этого. Они тебя выследят, и ты погибнешь. Мансур не мог далеко уйти. Он, наверное, где-то здесь. Ищите. Ищите. Проклятый бег! Тише! Уедем сейчас, Махигуль. Уедем в горы, в мой лагерь. И будем вместе. Свободны. Тише. Они еще здесь. Будь я один, я бы разделался с ними. Я так боюсь за тебя, Мансур. Ну, любимая, решайся. Мне страшно. А что будет с отцом? Что будет с братом? Гулянмер заследит за каждым моим шагом. Ну, нельзя же любить, пряча в своем сердце раба. Я должна попрощаться с отцом. Какое счастье! Ах, какая красота, Фарух! После изысканного до тошноты пира смыть с себя эту однообразную лесть. Знаешь, почему при дворе нет хороших поэтов? Они воспевают лишь то, что дает им обильный стол. Расплачиваются за жирную похлебку. Тогда в конюшне ты расплатился прекрасными стихами с Беком. Давай-ка лучше поговорим о твоей свадьбе с Дзебо. Твоя мать была права, когда говорила мне, держись подальше от дворцов. Теперь я и сам понял это. Уехать бы отсюда. Уехать? Куда? Раньше было некуда. Везде одно и то же. Наш Бек или другой. А теперь... Что теперь? Выбор есть. Махигуль собирается к Мансуру, так что выбор есть. Я догадывался об этом. Что же будет, отец? Мы все станем врагами. Я учил вас, что нельзя осуждать за любовь. Именно поэтому я нарушил пятую верность и Беку и отпустил Мансура. Эх, был бы я помоложе. А что тогда? Ты бы не был лучшим сотником у Бека, а мои стихи слушали бы простые люди. Вы решили уйти от Бека? Эх, не слушай меня. Я и сам еще ничего не знаю. Я дворцовый соловей. Шариф, возьми верных людей. Одних наряде воинами Эмира, других бунтовщиками Мансура. Как только Зибой и Махигуль будут в твоих руках, отправь их к Эмиру. А ты, Сафарбек, следи за каждым шагом Фаруха, чтобы он подольше не попал во дворец и не путался у меня под ногами. Черт меня дернул связаться с этим проклятым Гулям. Держи. Печаль не вечно у людей в глазах. Душа поэта не всегда в слезах. Чтоб забывались горести и беды, нам светит солнце в вечных небесах. Торопится владыка за удачу. Богач от счастья над монетой плачет. Им с золотом открыты кладовые, а мне весь мир. И нет меня богаче. Мне сказали, что ваш конь во дворце убег, а вас нигде нет. И с Фарухом мы разминулись. Спасибо. Спасибо тебе. Ах, какой славный день сегодня. Бег, слушая мои стихи, прослезился. Нет, нет, все-таки он неплохой человек. Правда, его окружают ничтожные люди. Но как он был ласков со мной сегодня. А что нужно человеку? Что нужно поэту? Махигуль, ты поезжай домой. А мне хочется послушать пение птиц, попродить и просто побегать. Отец! Запомните, сейчас вы воины мира. Отец! Я уеду с Мансуром. Но, если это причинит несчастье, вам и Фаруху я... Нет. Ты должна быть с тем, кого любишь, даже ценой моей жизни. И запомни, и будь готова так же поступить сама, когда станешь матерью. Жизнь ради детей это не жертва. Ступай. Отец! Помогите! Отец! Помогите! Заткни ей глотку! Скорей! Махигуль! Бежим его! Бежим! Хвала Всевышнему! Будет чем порадовать и мира! Г're in, Бейл КОНЕЦ 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 Яплоки КОНЕЦ 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 Ах,как хорошо здесь. Знаешь,что я подумал,после свадьбы мы построим большую лодку... ПОДЕЛЬБА Поднимем парус и уплывем к морю. А пираты? Ты не боишься их? Откуда они здесь? Знаешь что? Поплыли на остров. Поплыли. Ты так похожа на невесту. А я видела странный сон. Будто диковинная колесница увозит меня куда-то. И рыжие кони горят, как огонь. А я ничего не успела сказать тебе. Ты бежишь за колесницей, пытаешься что-то крикнуть. А я молчу. Стоюсь об белом и молчу. Почему бы это? Фарух, смотри. Люди Мансура. Зачем они здесь? Скорее, Фарух, скорее. Они уже близко. Держись, крепче. Попались. Фарух! Отпустите. Отпустите. Отпустите меня. Фарух! Помоги. Зарапается, как дикая кошка. Трогай. Фарух. Фарух. Помоги. Я бы убил этого шака. Брось его. Мансур приказал взять только девчонку. И никого не убивать. Быстрее. Фарух. Завтра я уеду к Эмиру и добьюсь наказания, негодяй. Да разве дело в них? Мне бы снова услышать мою махигуль. Я в этом заинтересован не меньше, чем вы, учитель. Это Фарух. Помогите мне встать. Возвратившись из столицы, я надеюсь встретить вас в добром здравии. Кто знает, может я вернусь с несравненной махигуль? Ах, если бы это удалось. Тогда, тогда... Отец! Отец, я поеду! Мужайся, Фарух. Сталь клинка закаляют в огне. Я верю, меч возмездия засверкает в твоих руках. И ты исправишь свою оплошность, которая тебе так дорого обошлась. Опять этот кот. Отец, я поскочу к миру. Упаду к его ногам. Может он вернет нам махигуль. Если к этому времени она не станет его женой. За что этот проклятый Мансур опозорил наше доброе имя? Я знаю, и ты пощадил его. И вот как он отплатил тебе. А зачем ему Зибо? Ведь он знает, как мы любим друг друга. Клянусь, я соберу своих джигитов, всех воинов в бег. Разгромлю лагерь Мансура и освобожу ее. Не горячись, Фарух, не надо. В горы к мятежникам лучше поеду я. Так будет правильно. Меня-то они всегда пустят. А тебе лучше поехать в столицу. Только будь осторожен. Туда поехал Гулян Мерзе. Все. Решено. Я еду в столицу. Ты? Завтра? А, да-да-да. Поезжай, сынок. Поезжай. Все кончено. Все прахом. Все в один миг. Да знаешь ли ты, что ему нельзя уезжать из дома? Для него это верная гибель. Я знаю. Я все знаю. Ты не виноват, что не выполнил предсказание волшебницы. И твой сын уезжает из дома раньше свадьбы. Ты не виноват. Кто ты? Просто шуток. Больше я пока тебе сказать не могу. А Махигуль? Махигуль и Махигуль схватили мои молодцы. Я их нарядил гвардейцами Эмира. Сам Фарух собирается ехать со мной в столицу просить за сестру. Я могу запретить ему это. Напротив, светлейший, пусть едет. Там он узнает, что не только Махигуль, но и Зибо украшает гарем Эмира. И если Фарух верный слуга престола, он должен с радостью отдать повелителю и невесту, и сестру. Не слишком ли это жестоко? Ведь он еще так молод. Да. Тяжелый будет для него удар. Но это первое испытание. И оно должно быть суровым. Да, ты устроил все наилучшим образом. Как и обещал. Но зачем тебе потребовалось калечить Анвари? Ты же был его учеником. И если он тебе отказал, то умей проигрывать достойно. Я всего лишь ваш слуга. Мне жаль, Анвари. Какой талант. Даже про жеребца прекрасную косаду сочинил. Хорошо. Вези, Фаруха, к Эмиру. Но без войска не возвращайся. Мы тебя давно ждем, Фарух. Извините, я должен был попрощаться с отцом. Теперь придется догонять караван. Поторопимся. Че? Не терзайся, Фарух. Никогда не прощу себе, что не взял саблю. К любимой идут без оружия. Мятежники это знают. Зато они любят покричать о свободе. Это так действует на легковерные умы. Все это так. Но зиму похитили не мятежники, а гвардейцы Эмира. Случается и у нас безобразие. Но наш Эмир соблюдает законы. И пока не получит согласие твоего отца, свадьбы с Махегуль не бывать. Это дело мы уладим в столице. Обещаю. Смотри. Вот и караван. Смотрите. Похоже, пастухи. Кони у них не пастушки. На них плащи мятежников. Тебе не показалось? Нет. Этого еще не хватало. Начинается. Спасайте караван и себя, визирь, пока есть время. Я задержу их. Я не могу оставить тебя одного. Я умоляю вас. Вы нужнее в столице. Ради всего святого. Скочите к Эмиру. Скорее. За зимой я рассчитаюсь сам. КОНЕЦ КОНЕЦ очи. ЧШУ! ЧШУ! А-а-а, а-а-а! Сотника взять живым! Живым, живым говорю! А-а-а! 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 Стой, щенок! Зря я отпустил тебя тогда! Тебя нужно было казнить на городской площади, как последнего негодяя! А молчи! Клянусь тебе, зебось здесь нет! Развяжите его! Остановитесь! 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 А ты идем со мной! Столько наших поранил! И чего его не убили? Вот видишь, Фарух, сколько зла и несправедливости творят! И Бек, и Бек, и Бек, и Бек, и Бек, и Визирь, и Самый Мир, весь двор Бека грязное болото! Они устраивают пиры, турниры, они называют себя почтенными людьми! А тех, кто пашет, кто кормит их, они считают презренными мошенниками! Если бедняк украдет с голода лепешку, его объявляют опасным преступником, выставляют на базарной площади и секут до смерти! А ведь вы тоже! Так же, как и они! Грабите караваны! Убивайте людей! Нет! Мы не грабим! Мы возвращаем награбленное! Как я верил Беку, глупец! Как верил! Сражался за него! Лил кровь свою и чужую! Пока не понял всей правды! Лучшего твоей воины! Убили меня! Хм! Нет, ты слишком легко хочешь избавиться от того, что тебе вбивали в голову с детства! Эх, Фарух! Если бы знать! Где гулям мерза прячет Зибой и Мухигуль? А сейчас ты увидишь праздник моих воинов! Мы устраиваем его раз в год! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добро пожаловать в наш канал! 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 А что этот Мансур, он действительно так уж силён? Доверьтесь мне, государь. Так что нужно? Войско и побольше денег на верных людей. Да, да, только уж и ты не забудь. Приготовь мне развлечения позабавнее. А тех двух тоскующих девиц, отдай кому хочешь. Вот так вот. Играет музыка. Играет музыка. А если он утонет, то нам уж точно отрубит головы. Не беспокойтесь, уважаемый. Как только здесь упадет последняя песчинка, он уже не опасен. Его можно брать голыми руками. Осторожно, осторожно. Кладите его. Жив. Быстро сухую одежду и теплое одеяло. Мы его берем с собой. Живей, живей, живей. И зачем я постился на деньги Гулям Мерзы? Погубит визирь этого храброго юноша. Откройте! Кто-нибудь откройте! Хе-хе. Хе-хе. Хе-хе-хе. Эй, юноша, в жизни есть неумолимый закон, повелевающий отдавать долги. А ты мне должен кругом. От смерти тебя спас я. Лечил твою ногу дорогими лекарствами я. Вез себя на верблюдук, сюда тоже я. Да и одежду ты носишь мою. Правда, я человек бережливый, прихватил твои лохмоти с собой. Но мне к тебе ждет тюрьма. Хе-хе. Постойте! Уважаемый Сафарбек. Я напишу отцу письмо. И он с благодарностью вернет вам мой долг. А сейчас у меня срочное дело к Эмиру. Я еще вчера должен был явиться во дворец. Да кто ж тебя туда пустит? Хе-хе. Одно мое слово, что ты побывал у мятежников, и тебя отдадут палачу. А после пыток казнят. Хе-хе-хе. Там все закрыто. Прежде всего, я должен убедиться, что ты тот человек, за которого ты себя выдаешь. Но, к сожалению, у тебя не было даже клочка бумажки, где было бы написано, что ты Фарух, сын Анвари. Может быть, ты шпион Мансура? Меня знает Гулям Мирза, визирь нашего Бека. Он, наверное, сейчас во дворце. Ну, какое мне дело до визирьи мира веков? У меня своя голова. А слову моему вы не верите? О, кто сейчас верит словам? Прошли те времена. Сейчас бумагу подавай. А еще лучше деньги. Золото любое слово правдивым делает. Ты понял меня, Фарух? Какой же вы злой и коварный человек. И почему? Почему он доставляет удовольствие издеваться надо мной? Кто вам дал право на это? Неужели нет закона, который бы защитил меня? Э-э-э, такой умный, такой красивый. А слов моих не понял. Жаль. Закон, конечно, есть, но наш. Базарный. И как только ты покинешь стены этой лавки, я кликну базарную стражу, и она схватит тебя, как должника, и закоет тебя в кандалы. И тогда я буду решать, где тебе быть. В страшной клоповной яме или здесь работать на меня. Так что подумай, Фарух. Вот еще. Конец. Обнемipp tropе.